Сегодня 13 июля, выезжали на денек в город и вот после приезда первым делом полил посевы редьки, репы и дайконов. Тем более, что уже появились первые всходы и буквально за несколько часов, часа за три, за четыре всходы очень активизировались и даже можно подвести некоторые итоги. То есть вот эти посевы были сделаны, как я всегда делаю, сухими семенами на глубину примерно сантиметра 2-3, как всегда это делается для репы, редьки и дайкона. Погода стоит теплая, каждый день я смачивал поверхность грунта, поскольку мульчи нет, поливами, чтобы легче было росткам пробиваться и вот сегодня появились, ну довольно дружные, можно сказать, что всходы. Всегда интересно наблюдать за всходами и естественно подвести какие-то итоги. Вот здесь размещены разные сорта репы и редьки и вот посмотрим, что здесь зашло. Вот эти два рядочка репа белая ночь, взята для эксперимента. Сеял я загущено, ну поскольку неизвестно какие магазинные семена, лучше потом проверить, бывает иногда густо всходит и иногда пусто. Поэтому вот таким образом я посеял, ну и сеял не очень может быть аккуратный, вот где-то взошло хорошо, а где-то не очень, но в целом этот сорт взошел нормально. Потом если проредить, можно оставить достаточное количество растений. Вот здесь репа золотой шар, тоже всходы нормальные. Кто-то скажет густовато, ну что тут делать. Семен я беру пакетик, репы всего два рядка, поэтому посеял погуще. Вот здесь конечно я сапанул лишка, но ничего, прорежу потом. Или отсажу, там будет видно. Ну как бы то ни было, репа золотой шар тоже взошла отлично. Вот эти два рядка, репа петровская, это мой любимый сорт, скажу по секрету. Репа петровская тоже взошла нормально. И вот здесь, и вот здесь всходы есть. Повторюсь, я не использую эмульчей, не потому что это принципиальное соображение, а потому что у меня ее нету в достатке. Поэтому приходится смачивать поверхность грунта, ну примерно раз в день. Потому что погода жаркая, чтобы не было корочки. И всходы были нормальные. Так, а вот это уже редька маргелланская, два рядочка. Ну она конечно отличается от различных реп. То есть всходы у нее немножечко другие. Погода стоит жаркая, сразу сейчас придется посыпать сходы табачной пылью. Как раз я приобрел и привез достаточное количество этого полезного компонента. Потому что крестоцветная обложка может очень здорово навредить сходом. Сейчас немедленно буду посыпать. Вот по-моему они уже даже тут ищут себе. По живу. Ну как бы то ни было, редька маргелланская взошла нормально. Дальше вот эта редька зимняя белая, два рядочка. Тоже зашли нормально. Всходы просто нормальные, ничего не скажу. А вот здесь у меня должна быть редька зимняя, круглая, черная. Собственно это мой тоже в общем-то любимый сорт редьки. И что-то тут даже ни одного всхода. Неужели семена попались неудачные? Ну конечно еще не критично. Всего прошло три дня. Но на фоне всех остальных всходов это всегда неприятно, когда что-то конкретное не всходит. Хотя нет, вот есть единичные какие-то всходы. Вот они. Но это очень-очень скромные всходы. На общем фоне. Можно сказать, что хороших всходов. Ну ладно, посмотрим. Время еще не вышло. Надеюсь и редька черная тоже взойдет. Вторая грядочка. Вот здесь посеянные дайконы. Ну дайкон замечательную культуру. Много раз про него рассказывал. Вот здесь ни больше ни меньше, как решил попробовать 6 сортов дайкона в этом сезоне. Некоторые новые сорта, некоторые старые. Ну сейчас посмотрим, как они взошли. Напомню, были посеянные они 10-го. То есть сегодня 13-й, то есть 3 дня. Вот это дайкон Астор. Взошел. Ну конечно он только-только взошел. Два рядочка. Следующие два рядочка дайкон Дубинушка. Вот он. Ну не дружно может быть взошел пока еще. Ну всего 3 дня. Но уже всходы есть. То есть уже очень хорошо. Это дайкон Дубинушка. Дальше. Вот эти два рядочка дайкон Мия Сити. Это для меня новинка. Вообще взошел по-моему 100%. Вот видно, что довольно густые всходы. А сеял я загущено. Ну что ж, очень хорошо. Этот сорт дайкон Амия Сити, значит, сходит нормально. Дальше. Сорт Московский Богатырь. Отзывы были хорошие про этот сорт. Взошел отлично. Вот видно, всходы нормальные. Это только-только они проклюнулись сегодня. Для третьего дня после посева это очень хорошие результаты. Следующие два рядка. Один из моих любимых сортов дайкона Цезарь. Ну вот он немножечко похуже взошел. Но всходы есть. Вот здесь есть всходы. Вот видно. Где-то уже он взошел. Здесь тоже начинает сходить. Чуть-чуть, может, отстает от прочих. Но это ничего не значит. Еще время есть. Ну, Цезарь тоже всходит неплохо. Вот это дайкон Саша. Еще два рядочка. Ну, Саша взошел вообще просто. Ну, можно сказать, что сто процентов. Сеял загущено и взошел загущено. Ну, это очень хорошо. Можно проредить. Можно подвести следующие итоги всходов. Прошло три дня после посевов. Сеял, напомню, десятого. Сегодня только тринадцатый вечер. И вот уже всходы, в принципе, ну, практически у всех сортов есть. У некоторых немножечко похуже. Но в целом всходы, я считаю, очень хорошо. Тебя проявили. То есть, взошли все сорта. Сейчас немедленно посыплю всходы табачной пылью. Как раз я ее сегодня купил в достатке. А то у меня начало кончаться это средство. И, надеюсь, дальше дайкончики и репы, и редьки будут расти хорошо. По крайней мере, первый экзамен, а именно всходы, это очень важный этап развития растений. Как взойдут, так и будут расти дальше. Все сорта, можно сказать, что сдали на отлично. Но как иначе, сеял десятого, сегодня тринадцатое, все взошло. Правда, погода, надо сказать, была благоприятная. Очень жарко. И я поливал, конечно. Ну, все-таки, семена оказались нормальные. Это очень радует. Надеюсь, дальше все эти культуры будут расти так же хорошо. Пошел посыпать их табачной пылью. Все. Всходы посыпаны табачной пылью. К сожалению, свой собственный табак в этом сезоне у меня не получается вырастить. Сходы не получились. Не взошло ничего. Но зато в продаже есть табачная пыль. Правда, она отличается по качеству. Ну, а качество как? Здесь можно судить. Чем она мельче, тем она лучше. Вот эта вот табачная пыль оказалась не очень мелкой, крупноватая. Но, в принципе, все равно она неплохо должна сослужить свою роль. То есть, отпугивать крестоцветную брошку. Ну, а посыпать очень просто. Просто сверху посыпаешь сходы, да и все. Об этом как-то рассказывал уже отдельно. Тут повторять смысла нет. Самое главное это сделать, пока сходы еще маленькие. А потом, когда растения уже будут покрупнее, небольшие повреждения им не повредят. Сейчас я применял вот такую табачную пыль. Но она бывает разная. Тут роли большой не играет. Вот эта пыль крупноватая, кстати. Ну, в принципе, вполне пригодна. Конечно, лучше бы пришла прохладная погода. Пусть немножечко растения отстанут в разбитии, но зато бложка уйдет. Но сейчас, как назло, жарко. И бложки вижу, даже ее видно довольно много. Но ничего, табачная пыль, она поможет. Как бы то ни было, всходы состоялись нормально. И надеюсь, дальше все пойдет хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...